Приветствую вас, давайте разберём ваш текст. Речь идёт именно о тексте, потому что вопроса как такового у нас получается нет. Автор вопроса просто поделился своей ситуацией и всё. Общалась близко с парнем по работе, но в один момент поняла, что человек не мой, и его поведение было непонятно, и отношение ко мне. Текст довольно объёмный, поэтому я буду читать и давать какие-то свои комментарии. Значит, вы пишете, что поняли, что человек не ваш, и его поведение было непонятно, и отношение к вам. Как вы поняли, что человек не ваш, что вы вкладываете в данном конкретном случае в это слово высказывание, что человек не ваш? Потому что лично мне кажется, что подобное можно интерпретировать по-разному. То есть, было бы очень хорошо, если бы вы это постарались бы несколько определить. Далее, вы говорите о том, что было непонятно отношение человека к вам. Я думаю, что здесь мы столкнуемся с элементом недоверия себе, потому что, когда нам непонятно отношение человека к нам, мы всегда говорим о том, что не очень доверяем себе, вот, мы всегда говорим о том, что не очень доверяем тому, как мы относимся к той или иной ситуации, к тому или иному проявлению личности. И, когда мы не можем доверять себе, когда у нас есть с этим некоторые проблемы, мы пытаемся получить информацию, мы пытаемся понять, мы пытаемся прояснить. Не всегда это возможно, не всегда это реально, не всегда это работа, к сожалению. Вот, судя по всему, с этим вам и пришлось столкнуться. Общались мы хорошо, но именно я создала провокационную ситуацию, чтобы увидеть истинное лицо и понять истинные отношения. Я намекнулась при писке, что не хочу с ним больше общаться, что мои ожидания не оправдались насчет него. Ну, смотрите, вот, это дальнейшее и, к сожалению, естественно, развитие недоверия себе. Дело в том, что, когда человек себе не доверяет, когда человек к себе не прислушивается, сомнения может быть подвергает себя и то, что он чувствует. Вот, вот, поднимается речь о том, чтобы узнать истинное отношение. Хотя, что такое истинное отношение? Вообще-то говоря, мало кто задумывается. Потому что многие люди, они, к себе относятся. Эээ, ну, странно. А вы, кто пытаетесь понять истинное отношение человека к вам. И для этого, для того, чтобы понять это истинное отношение, как вы говорите, требуется провокация, а то есть манипуляция. Нюанс, ну, на мой взгляд, по крайней мере, нюанс заключается в том, что манипулируя... А провокационная ситуация, это именно манипуляция. Так вот, манипулируя, мы меняем реальность, мы меняем... И нашу связь человек... Особенно, если она не очень крепкая. Особенно, если она... Ну, не прояснилась. То есть, если... По какой-то причине... Человеку выгодно... Чтобы ситуация... Остав... ээ... Оставалась... Не прояснём. Понимаете, да? Поэтому то, что вы сделали, сделали только... Только... Только потому... Что не доверяете себе сам. Только поэтому вы сделали... Эту провокацию. Что касается ожиданий, то... Здесь я не понял, была ли это провокация, то есть неправда, или это была правда. Но если у вас были ожидания, то это тоже... В той или иной степени... Прецедент. Ваши ожидания, это в первую очередь... Ваши желания. Которые... К самому человеку... Отношения не имеют. Никакого. От слова... Совсем. Далее вы... Объясняете, вы пишете, почему я так сделала. Это... Рационализация. В нашем общении были замечены другие люди, и я поняла, что он сливает информацию. Что это игра и делится с другими. Что я написал именно с теми, с кем я не дружу. И ко всему он писал мне, когда ему было удобно. Когда он на работе, я сама первая не писала, и почему-то общаюсь с ним. Если я другому парню улыбалась по работе, то это уже... Катастрофа. Человек убежал за... Да, при этом мы не встречались, только общение. То есть, иными словами, что мы здесь имеем? Мы здесь имеем то, что вам что-то не нравится. Ну, вообще-то это нормально, когда нам что-то не нравится. Но вы хотели убедиться в том, вероятно, что вы имеете право на то, чтобы вам что-то не нравилось. Вы хотели убедиться в этом. То есть, подтвердить. То есть, обрести уверенность. Понимаете? Ну, не нравится вам то, как человек с вами общается? Ну и нужно выходить из общения. Сказать ему об этом. Прямо, что мне не нравится то, что ты сливаешь информацию. То, что ты обижаешься, как будто я твоя девочка. Хотя я не твоя девочка. Да? Вы этого не делаете. В итоге он сказал, что у него невеста и скоро свадьба. Пишите вы. И мне было непонятно, зачем тогда общаться близко, если уже есть невеста. Смотрите. Во-первых, здесь не совсем ясно. Сказал ли он вам это в ответ на вашу провокацию? Или сказал он это как-то, ну, в отрыве, что ли, от провокации. То есть, просто взял и сказал. И здесь совсем понятно. Дальше. Мне, пишите вы, было непонятно, зачем надо было общаться близко. Тут момент в другом. Момент в том, что вам это было неприятно. Момент в том, что вам было неприятно то, что человек общался с вами, якобы уже находясь в довольно серьезных отношениях с другой. Хотя, доказательств этого нет. Человек мог легко это придумать. То есть, вам это неприятно. И опять же, здесь вы игнорируете свое отношение. Вы игнорируете свои чувства. И задаете вопрос. То есть, вы, например, меня бьете. Мне больно. Обидно. Но вместо этого я спрашиваю вас, зачем? Зачем ты это сделал? Как будто бы, ваш ответ на вопрос, зачем, вы это сделали, уберет мою боль. Ну вот, сейчас вы мне расскажете, зачем. И все будет хорошо. Это иллюзия. Вам здесь нужно увидеть, что вы идете мимо своих чувств. Мимо себя. И это порождает бесконечный вопрос. Дальше, вы пишете, задавая ему этот вопрос. Зачем надо было общаться близко, если уже есть невеста? Он все перевернул. Я же по работе тебе писал про себя. Подумала, ну да. Рассказал о своей жизни. Желал спокойной ночи. Спрашивал про мои дела, где живу и так далее. Может и я что-то не поняла и придумала. Возможно. 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 Потому что все люди разные. Совершенно возможно, что вы выдали желаемое за действительное. Но также возможно ситуация, при которой симпатия к вам была, но слабая. И ее можно было проявлять до тех пор, пока это было возможно делать полунамеками. Такие люди тоже есть. Но дальше хуже. Он взял и многим рассказал о нашем диалоге. Скинул даже скрин кому-то. Сказал, что я ненормально такое писать, что мы по работе общались. И только что я плохая, а он хороший. Я не понимала, почему меня начали оценивать другие коллеги, но я вела себя с ним достойно. Здесь вы говорите, во-первых, про мнение других. И то, что оно для вас важно. Вот. Ваши коллеги вас не оценивают. В этой ситуации. Ваши коллеги, если они вам, как вам, если они, как вам показалось, оценивают вас. Оценивали вас всегда. Просто вы этого не замечали. Так мы стали ссориться с этим парнем. Вот тоже довольно противоречивый момент. Вы пишите, что вели себя с ним достойно, но стали ссориться. Да, вероятно, вы говорите здесь о том, что после этого, после того, как он скинул скрин и начал рассказывать о вашем диалоге, вот, после этого вы начали ссориться, а до этого вы вели себя с ним достойно. Но, извините, здесь чувствуется в таком случае обида. То есть, вообще-то, у вас не было, на мой взгляд, оснований для того, чтобы вести себя с ним недостойно, ибо человек прямо ничего плохого вам не сделал. До того, как, ну, придал огласке вашу переписку. До этого он ничего плохого вам не сделал. Помимо того, что он не оправдывал ваши ожидания. Но он и не должен это делать. То есть, получается, что вы ставите себе в заслугу то, что вели себя с ним достойно, потому, что он не оправдал ваших ожиданий. Согласитесь? Звучит это немножечко странно. Далее, вы пишите, мы стали ссориться с этим баром. Каков ваш вклад в конфликт? Именно вы как ссорились? Именно что с вами происходило? Потому что, когда вы говорите, мы стали ссориться, мы, Эта история больше про то, что вы размываете ответственность. Превокации начались с его стороны, и когда я написал, что мне нравится другой парень, человек психанул и добавил шерсть. При этом женился, но все равно лишний раз надо было меня задеть при встрече. Ну, вы его уязвили чем-то, очевидно. А вот то, что вы написали, что у вас есть парень, да, что вам нравится точнее другой парень, вот тоже хотелось бы узнать, правда это или нет. Очень много внимания к моей персоне, много было ситуации, но какой смысл? А смысл в том, что много внимания к вашей персоне порождает у вас надежду. Надежду на то, что человек, увы, не безразличен. Говорить обо мне гадости за моей спиной и при этом поддерживать наш диалог. Но в последний раз, когда я ему написал, он попросил больше не писать, так как есть жена. Но я написала по работе и добавила, что лучше пусть другой коллега за него будет, и добавила, что он мне нравится и мне комфортно с ним работать. Но опять же, это немножко вступает в противоречие то, что вы писали до этого. Вот, вы писали до этого, что общение с ним хотите прекратить, что этот человек не оправдал ваших ожиданий и так далее. Может быть, вы имели в виду чисто профессиональное общение, но даже в этом случае это выглядит, к сожалению, так, что можно понять. Двояк. Дальше, он обиделся и снова в ЧС добавил. Ну, потому что двояко опять же воспринял ваше сообщение. При этом он снова рассказал о нашем диалоге. Мне девушка написала в тот же день, якобы она его жена, почему-то у него в ЧС на двух телефонах. Что про меня говорят другие, что я ненормальная и так далее. Ну, помимо вашей зависимости от мнения других, на мой взгляд, здесь проявляется и то, что вы как будто бы подумали следующим образом. Вы подумали, что, ну вот, один раз человек слил данные. Да? Ну, контакты, данные, да, не важно. Один раз он это сделал. Ну, больше не будет, ну, больше не будет сливать. Так, а так вы подумали? Иначе, почему мне здесь кажется, что для вас это стало неожиданностью? То есть он опять сольет вашу переписку. Вот понимаете, мне прямо кажется, что для вас это неожиданность. Честно, я был бы рад ошибиться. Я был бы, я был бы рад быть не прав. Но вот, кто-то мне подсказывает, что вы наступаете на одни и те же грабли. Дальше. Определись за основу ненормально и окращенно, почему столько внимания со стороны человека и другие тратят свое время, раз я пока плохая. Здесь идет перенос. Определиться, Это, по крайней мере, на мой взгляд, как будто бы сложно вам именно определиться. Сложно вам. И вы, на мой взгляд, переносите, вы переносите на человека свою ответственность. Говоря о том, что, ну, так ты же определись. На мой взгляд, определиться здесь нужно вам. Дальше. Задетое эго, что я кинула, так какой смысл поливать и дальше грязи меня, что я плоха. И опять же, здесь вы, вы игнорируете один простой момент. Один простой момент того, что неприятно вам. Понимаете? Именно вам неприятно эта ситуация. задевает. Вас, ну, как бы, скорее всего, эта ситуация задевает. Понимаете, да? А вы, как будто бы, представляете все так, что пытаетесь найти смысл. Смысл как раз таки есть. Если эго задето, появляется боль, боль, боль переходит в агрессию, а агрессия в поливание грязи. Больше мы не общались, да я не планировал и хочу, чтобы человек навсегда забыл обо мне. Но здесь снова, я бы сказал, имеет место быть перенос, где это вы? Пытаетесь о нем забыть. Значит, я хочу, чтобы человек забыл обо мне, если он дал понять, что я ему безразличный, насколько со мной общался. При этом чувствую негатив от человека. Ну, чувствую, что вам обидно, чувствую, что вам больно от этого. Уволиться могу, задумывался, но пока меня работа устраивает. Непонятно, из-за кого я буду волняться, видимся мы не так часто. Опять же, есть ощущение, что это вам неприятно его видеть. Вот. При этом, я не уверен, что вы хотите, чтобы он вас забыл, из-за того, что вы ему безразличны. Я не уверен, что здесь дело, в этом дело. Заговоры начались, мне уже смешно от всей этой ситуации. Что за заговоры, и уверены ли вы в этом? Сама я особо не делюсь своей жизнью, считаю, что я все любит тишину и свое общение с неприятными людьми к минимуму. Знаю, что много добрых людей, есть люди, которым важно мое общение, с кем я долго общаюсь, всегда отзываются положительно в мой адрес. А вот здесь вы, похоже, в себе сомневаетесь и пытаетесь привести какие-то аргументы, как бы оправдывалось. Думала, может, была симпатия с его стороны. Была. Он расстроен, что так получилось. Вполне возможно. Но если бы это было так, мы могли бы поговорить без лишних глаз, но этого не было. Значит, нет никакой симпатии. Это... Почему вы так решили? Это вы решили на основании чего? Вы это решили на основании своих представлений? Получается. Или... Или как? Так. То есть, ну вот вы... Решаете. Что если человек не хочет разговаривать с вами... Без лишних глаз. Как вы... Ну вот... А... Как вы сказали. То это значит, что... Симпатии нет. Так это же... Получается... Симпатии нет. Получается... Получается... Только ваше мнение. Это ваше мнение о том... Что происходит. Понимаете? Но у человека-то другая история. У человека-то... Другое представление. И другой способ обращения. И с эмоциями. И с ситуацией. И с выбором. И с ответственностью. И с привычной моделью поведения. Так почему же вы... Решаете за других? Судя как бы... По себе. Это искусственное. На мой взгляд. Ничем не оправданное. Ограничение. Реальности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за... Обратную связь. По моему ответу. Я надеюсь, что вы... Увидели. С чем вам нужно работать. Я надеюсь, что вы увидели... Примет для психотерапии. Но... Формирование обратной связи. Позволит вам... Более четко для себя сформулировать. Основные постулаты для... Индивидуальной работы. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь. Что от... Существует... Продолжение следует...